В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Пришла весна, и, казалось бы, нужно радоваться солнечным дням, но получается это не всегда и не у всех. Сегодня мы поговорим о нашем психическом здоровье, а в гостях у меня главный врач Краевой психиатрической больницы Максим Артамонов. Максим Николаевич, здравствуйте! Я уже озвучила, что пришла весна, а радоваться не всегда и не у всех получается. Почему? Сегодня на нас свалилось такое информационное давление, я бы сказала, в связи с ситуацией на Украине. Ее мы обсуждать не будем, но информационное поле от него, к сожалению, никуда не деться. И вот как справиться с этим потоком информации и с этим потоком страшных, негативных новостей? Что делать? Добрый день еще раз всем, кто нас слушает. Спасибо за возможность, Анешка, осветить эти проблемы. Я хочу сказать, что весна, оно время, когда люди немножко чувствуют, с одной стороны, радость, что закончились холодные времена, что наступает солнечная погода, что есть возможность уже отдыхать, ездить на дачу. С другой стороны, обостряются многие заболевания, в том числе и в результате того, что той обстановки, которую нас окружает. Но она нас всегда окружала обстановка. Ведь если бы вы затронули вот эту сферу информации, которая подается, она же подается сейчас в последнее время достаточно вся однобока. Я даже помню, читал одного псевдожурналиста, который говорил, что, ну почему псевдо, потому что они сейчас и блогеры считают себя журналистами, что позитивную информацию никто не читает, она неинтересная, это не рейтинговая. И рейтинг выше, когда всякая глупость там оторвала голову, наступила на мину, там еще что-то произошло, ограбили, убили. Иногда новостную ленту почитаешь еще, и вот на протяжении многих лет, вот в генераторе новостей на Яндексе, из пяти новостей, четыре какие-то криминальные. Такое ощущение, что живем где-то в 30-е годы, в Чикаго, не публикуют позитивные новости. Но, с другой стороны, конечно, тоже нельзя публиковать новости, как в Союзском Союзе, сколько-то центров гектара собрали постоянно там, и сколько там удоя молока. Но позитива мало. Это же зависит все-таки от журналистики. А журналистика задает вот этот ход движения дальше мысли человеку. То есть человек, когда читает одну негативную, вторую, третью, у него формируется уже, ощущение, что все это происходит на самом деле. А на самом деле этого не происходит. Ведь, по большому счету, все, что мы формируем, ну, средства массовой информации, формируем вот этот в социуме, как говорится, объем такой информации, который дает на человека, это лишь в челгого человека происходит. Это субъективно. То есть как человек это воспринимает, его эмоциональная готовность воспринять. Если он очень впечатлительный, он будет воспринимать это очень негативно. Если у него достаточно крепкая психика и хорошие аналитические способности, он может оценивать, что это, в принципе, ерунда, это вообще какая-то галиматья, то он это не будет воспринимать. Все еще упирается в то, что, в самом деле, добросовестность, либо не добросовестность журналистов и лиц, которые себя считают журналистами. Если будет сбалансирована информация подаваться даже в соцсетях, в обычных сетях, на телевидении, то общество будет намного здоровее и лучше. Поэтому все зависит от того, как мы это преподаем. Ведь вы же тоже, в принципе, понимаете, что сейчас половина информации льется на нас просто непонятно какой-то. Не будем говорить о любых таких целях. Вообще ситуация бывает очень негативной и преподносится. Такое ощущение, что, знаете, как в анекдоте мы все умрем. Но, в самом деле, жизнь-то идет, продолжается. И светит солнце, люди ходят на работу, в принципе, занимаются своими делами. Да, бывает иногда тяжело жить. Но, тем не менее, человек так устроен. Есть проблема, есть решение проблемы. Нет тупика. Тупик – это когда человек уже не знает, что делать. И некоторые медиа помогают ему прийти в это состояние, когда он не знает, что уже делать. И тогда начинаются уже срывы, декомпенсации. И человек нуждается уже в какой-то коррекции. А как вот защититься? Тут, ну, читаешь ты эти новости и за сердце хватаешься. Вот как защитить себя? Вы знаете, я хочу сказать, что защитать – не читать. Вот во все времена у нас были газеты, были интернет-издания. Но вы поймите, что люди иногда общались между собой. Люди общались, обсуждали. А сейчас каждый человек, в принципе, большая часть, особенно молодых, они общаются столько своим телефоном, своим гаджетом. Но это же однобокая информация. То есть человек, он разучился общаться с людьми. Это не только у нас. Это, в принципе, во всем мире такая тенденция. Почему вот стала востребованная услуга работы за рубежом? Психиатров, психотерапевтов, психологов. Потому что люди приходят, они с ними общаются. И причем люди платят за это еще деньги, за то, что их выслушают, поймут, объяснят. То есть простое человеческое общение. Вот этого в жизни сейчас не хватает. Все перешли в режим какой-то полукиборгов. Все читают то, что написали. Все пишут комментарии, читают о том, что там какие-то лайки там считают свои. Но, тем не менее, живое общение пропало. И человек, когда входит в режим общения с кибернетическим этим устройством, айфон, еще какой-нибудь другой телефон, смартфон, он становится зависим, во-первых, от этой техники. Во-вторых, он получает только то, что там ему навязывают. А технология сейчас таким образом устроена, что когда искусственный интеллект, который устроен в Гугле, в Яндексе, они анализируют запросы, что человек, они подбрасывают этим и темы. И человек, получается, погружается все больше и больше в свои страхи, в свои волнения. Он читает только одну чернуху фактически. Поэтому надо отходить от этого, понимать, что жизнь помимо соцсетей еще существует. Есть лес, есть бассейны, есть природа, есть путешествия по нашей стране, хотя бы у нас много очень красивых мест. Есть простое человеческое общение, которое мы сейчас испытываем дефицит. Мы придем к тому, как за рубежом, когда люди будут общаться с психотерапевтами, с психологами, хорошо, что их много уже наготовили, там нас готовят. И причем есть квалифицированные психологи, у нас очень много таких хороших специалистов работает. Но это же неправильно, по большому счету. Ведь человек должен уметь сам себя поставить на нормальный путь. Ну, как вот уже, наверное, на биовоскоме, но здоровый образ жизни. Но фактически он только и есть. Когда человек занимается спортом, занимается собой, занимается воспитанием детей, и занимается не сидит у компьютера, а занимается здоровьем своим, окружающим, он не впадет в депрессию, если, конечно, нет другого заболевания у него, но он будет здоровым. Фактически люди должны сами определиться, что им надо. Их нельзя насильно сделать здоровыми. Если человек не хочет быть здоровым, он им и не будет. А если он хочет, он выйдет из этого состояния. Мы можем помочь, подтолкнуть, подсказать. Но человек должен, сам первый шаг, мотивация должна быть. Человек должен выйти из этого информационного коллапса своего, где его затянуло туда и держит это информационное поле. Интересно, почему с одними это происходит, а с другими нет? Ну, одному-то нравится, второму не нравится. А еще раз, главный один мотивирующий фактор, не то, что не мотивирующий, он не знает, чем себя занять. Вы даже помните, когда началась эпидемия нашего ковида, люди не знали, чем их занять себе. Сидели дома, и у них начинался стресс, потому что они не знают, что можно еще делать. Ходить на работу, дом, автобус, работа, автобус, дом. То есть, по пути в магазин. То есть, у них уже, как говорится, расписана жизнь практически была на десятилетие. А тут схема сломалась, и нечем заняться. То есть, у них не хватает фантазии. Поэтому и начинались вот эти первые срывы, именно из-за того, что люди не умели заниматься, в принципе, собой, своим досугом. Когда человек может заняться своим досугом, он знает, чем он будет заниматься, как он будет заниматься. У них появляются какие-то хобби, какие-то интересы. Поверьте, у него не будет никаких панических атак, у него не будет никаких там обсессивных, компульсивных состояний. Он будет процентов на 90, это будут здоровые люди. То есть, у них организм сам перестроится в другой режим совершенно. А когда человек расслабится и будет ждать, пока его будут развлекать, эффект будет очень быстро. Он залезет на компьютер и будет читать новости. Там совершилось это, там это, там другое. И все новости будут ододетипные. Ему будет казаться, что на улицу конвы, и там уже конец света. А это не так. Ну а на фоне каких-то негативных новостей может развиться, действительно, какое-то расстройство, панические атаки случаться или нет? Все зависит от, как говорится, готовности человека воспринять эту информацию и чтобы она сандуцировала у него развитие вот этих болезненных нарушений. Да, может быть, невротические реакции, может быть, стрессы, на фоне стресса у него наложилось. Но это не несет такой фатальный характер. Это несет характер, может быть, какой-то ситуационный, временный таких нарушений у человека, с которыми он может сам справиться. Если ему сложно, помогут специалисты. Но в целом эти вещи все могут быть толчком или, как это модно слово, с триггером к чему-либо. Но это у той категории граждан, у которых есть уже предрасположенность к подобным расстройствам. И их легко, как говорится, столкнуть, и они погрузятся уже в болезненные переживания. Ну и кто-то тут тоже можно вытащить из болезненных переживаний. Но самое главное, это человеку дать путь показать, что есть другая жизнь, не связанная с переживаниями, не связанная с эмоциональными падениями, не связанная с депрессивными какими-то мыслями. Другая сторона жизни. А люди об этом забывают. И это очень плохо. Вот интересный момент. Мы заговорили про вот эти панические атаки и все остальное, откуда они берутся. А вот действительно, сейчас мы тоже сказали про ковид. Очень часто говорят, что ковид у многих спровоцировал вот такие состояния. Я сама на себе испытала, что такое паническая атака. Мои многие знакомые жалуются, что после ковида у них панические атаки. Это как-то связано или нет? Ну, дело в том, что сейчас уже очень много научных статей, работ по поводу последствий, которые остались у людей после перенесенного заболевания ковида. Очень много. И тем не менее, это все лечится, корректируется. Любая инфекция, которая не только ковидная, есть у человека, она может стать какие-то последствия. Есть инфекции, которые могут вызвать даже острые психозы. Есть инфекции, которые оставляют человека инвалидом, например. Ну, то есть, ну, ковид, ну, да, инфекция. Да, и со сложнее. Но не у всех. И, во-вторых, все это не имеет характера фатального. То есть, если человек после этого вышел в состояние, да, существует после заболевания период восстановления, он должен наблюдаться. Если какие-то есть проблемы, то есть, обращаться к специалистам. И, в принципе, эти вещи все коррегируются. Этим занимаются сейчас, потому что время-то мало прошло. То есть, динамика наблюдения за такими пациентами еще продолжается. То есть, нарабатывается опыт. И потом, в принципе, к следующий раз, когда человек заболеет, уже медицина будет стать четким алгоритмом, что он уже сделал для того, чтобы убрать у него, как говорится, панические атаки. Ну, это мелко то, что может быть. Там бывают и серьезные вещи. Но, тем не менее, медицина изучает, есть, как говорится, предметы, есть решение этой проблемы. То есть, нельзя заранее предугадать, что будет для того, чтобы сразу вылечить человека. Поэтому появилось, смотрим. Наблюдаем. Лечим. Ну, еще от самого человека, наверное, многое зависит. Конечно, готовность человека сразу разболеться, лечь в больницу и ждать, пока его спасут, это одна тема. Это человек долго будет болеть. Есть люди, которые терпеть не могут лечиться, болеть. У них желание и мотивация выздоровеет много сильнее. И они практически легко переносят заболевание, какое бы то ни было. То есть, иммунная система у них работает лучше. А кто, как говорится, сложил руки, говорит, все, я при смерти, лечите меня. Да, это будет клиент долго лечиться. Вот так. Интересный момент. Весна, период обострения. Есть такое понятие, я не знаю, шаблон это. Или не шаблон. Говорят, что весной обостряются, в принципе, хронические заболевания, в том числе всякие психиатрические. Нет, это давно это было очень. Я уже много раз об этом говорил, что когда препараты имели короткий срок действия и фармакология, лечение психиатрических расстройств имела, ну, очень маленький был опыт наработан, то человек выписывался из стационара, он обычно находился там дней 60-90 дней, он также 2-3 месяца находился дома и потом опять попадал с обострением стационара, потому что те препараты имели краткое время действия, люди переставали пить медикаменты, и заболевание обострялось, и получался эффект вертушки, как будто в год два раза человек попадал к нам. Сейчас препараты намного эффективнее, есть хорошие пролонгированные формы, и если человек не пропускает лечение амбулаторно, поддерживающий, принимая терапию, то он может не попадать нам годами, десятилетиями. Процентов около 30 населения мы можем восстановить так, что даже и ближайшие их родственники, и коллеги по работе не будут знать, что он лечился в больнице, но надо принимать эту терапию постоянно, и в этом ничего страшного нет, люди, имея некоторые соматические заболевания, постоянно бьют таблетки каждое утро, это нормальное явление абсолютно, а у психиатров считается так, кто лечится у психиатров, что он вышел и может сразу не пить, это как у травматолога, сгиб сняли, все побежало, кажется, но это только травматология, там кости срослись и все, а с головой так не бывает, там надо будет постоянно поддерживать, либо все это обострится опять. Говорят, что сегодня всякие депрессии, тревожные расстройства и все прочее есть практически у каждого человека, это правда? Нет, не депрессия, сниженный фон настроения, какие-то эмоциональные перепады, это да, это нормальная эмоциональная жизнь человека, если человек не является эмоционально таким опустошенным, что называется выхолощенным, то у него это должно быть радости, печали, горе, но это не депрессия, депрессия – это когда уже совсем тяжело человеку, это уже человек сам из депрессии уже выйти не может, ему надо обращаться за помощью уже к докторам. А когда человеку плохое настроение, ну, бывает, абсолютно счастливые люди не бывают 100% всегда, все время, это будет уже ненормально. А где разница вот эта тонкая грань, когда нужно обращаться к психотерапевту, а когда нужно обращаться к психиатру? Вы знаете, психотерапевт – психиатр. Ну, вообще, психотерапия – это есть подразделение, так скажем, психиатрии. Это как вот есть терапевт, есть кардиолог, есть пульмонолог. В принципе, это то же самое, это терапевт. Поэтому специальность психиатрии, она подразумевает, это и наркология, это и психотерапия, и сексология. То есть наши специалисты, многие имеют подготовку по всем этим направлениям. А чистые психотерапевты, когда, ну, они берутся, или клинические психологи, они иногда помогают тоже врачам, они берутся лечить более легкие формы, где не требуется фармакологическое воздействие. То есть можно обойтись добрым словом, как можно так этим словом сказать. А там, где уже требуется фармакология, там можно уже к психиатру обращаться. И в этом ничего такого зазорного нет. Я говорю, что практически весь мир работает по такой модели. Люди ходят к психоаналитикам, к психиатрам. Их, как ни называя, это, в принципе, психиатр. И они получают помощь, даже разговаривая с доктором, рассказывая о своих проблемах. И некоторые проблемы решают даже в процессе самой беседы. Человек не замечает того, он выговаривается, и сам находит пути решения. То есть коррекция даже на этом этапе может происходить. И когда мы до этого и дойдем, то есть у нас проблем вообще не останется. Тоже будут проблемы, но такого легкого уровня они будут растекаться по докторам и решаться в спокойном режиме, даже без фармакологического воздействия. Просто поговорить. Поговорить. Поговорить иногда это помогает. Достаточно эффективно. Человек не видит выхода из ситуации. Задача психотерапевта – показать этот выход. Да, показать, что человек замкнулся, он не понимает, что с ним происходит. Задача врача – показать ему. Вот здесь вот так, так, так. И когда он начинает двигаться в это направление, и у него получается, и он становится лучше, это самый хороший лечебный эффект. Без приема лекарств причем. Мне еще очень интересен такой момент. Многие боятся идти к психотерапевту, к психиатру, даже к психологу боятся идти. Кажется, что там свяжут нас. Конечно, обязательно. За какую-то кандалу батареи привяжут. Будут обливать холодной водой. Страшилки, я уже слышал. Нет, дело в том, что человеку же не боится ходить в поликлинику обычную. Обычную поликлинику, когда у него насморк или ОРЗ. Когда человек приходит в поликлинику, у врача-терапевта лежит его амбулаторная карта. Это карта, где записано, что Иванов Иванович пришел на прием. Такие-то жалобы у него. Такое-то лечение. И парфюрная явка, или больничный лист выписывает. Это нормально. У психиатров то же самое. Есть карта, заводится. Это не учет. Когда человек обращается к доктору, доктор должен зафиксировать, какие были жалобы, для того, чтобы, когда человек в следующий раз придет, посмотреть, есть ли динамика. Что было, например, неделю назад, и что через неделю получилось. Люди думают, что их поставили на учет. Не поставили. У нас ставят на учет только тех граждан, которые нуждаются в этом. Они обычно сами в диспансеры не приходят. Их привозит в скорую помощь стационар. Стационаром их выписываем под наблюдением диспансера. И они находятся на учете. Если в течение пяти лет он за помощью уже не обращается, у него наступила ремиссия, то мы этих снимаем с учета. А так вот обращение, это не является учетом. И никаких ограничений, связанных с работой, с вождением автомобиля, не будет. То есть все это называется обычное посещение учреждения по заболеванию. Но заболевание не относится к учетным заболеваниям, которые требуют поставить человека на учет. То есть, условно говоря, если человек страдает тревожным расстройством, депрессией или еще чем-то, можно совершенно не боясь, а нужно идти к врачу. Уровень таких вот невротических реакций, уровень декомпенсации, таких невротических состояний, это не учетная группа абсолютно. Почему люди лечатся у кого угодно, но только они подходят к специалистам. К специалисту попасть можно быстро избавиться от проблемы, а у других докторов можно долго ходить лечиться. Это гарантированно. Причем к нам, наверное, приходят люди уже, знаете, у одного полечился рассказ, у второго, у него психиатра, причем, у клинического психолога, это еще где-то тут просто у психолога, говорит, у нас уже кончились деньги, а у нас бесплатно все-таки лечат. То же самое, только бесплатно и намного эффективнее. Поэтому, когда у людей кончаются деньги, они прекращают бродить по этим всем специалистам, рекламируемым, и приходят, наконец, в гастральскую систему. Могли бы сохранить финансы и лечиться сразу бесплатно. Ну да. А к вам как попасть? У нас есть диспансерная Некорадская 50, там принимают, у меня 13 врачей работают. 9 психологов клинических, поэтому у нас там достаточно хорошая бригада. На втором этаже регистратура для тех, кто идет именно по проблемам заболевания. На первом этаже тем, кто идет на свидетельствование, оружие, вождение и всевозможные комиссии. А на втором этаже регистратура для пациентов. То есть, если у человека есть проблемы, он может прийти и сказать, здравствуйте, запишите меня, пожалуйста, мне плохо. Да. Ему запишут доктор, он побеседует с доктором, доктор определит, что с ним сделать. У нас есть психотерапевт-диспансер, хороший кабинет, клинические психологи позанимаются. То есть, все это бесплатно делается. Денег никто ни с кого не возьмет. Прекрасно, по-моему. Еще многие боятся пить лекарства. То есть, те же антидепрессанты, когда назначаются какие-нибудь нейролептики, транквилизаторы. А вот у меня вопрос. Знаете, как говорится, не пить – это решать каждому человеку. Если человек обеспокоит какие-то расстройства, ему, как говорится, дают план лечения. Чем лечить, как лечить, и объясняет механизм действия. Если человек принимает решение не пить, мы же не можем заставить. В заботе о своем здоровье. Мы можем принудительно только лечить тех, кто представляет опасность для себя, для окружающих, кто находится в беспомощном состоянии, и кто в силу своего расстройства, если оставить без лечения, у него резко хочется стоять. Но это, опять же, по решению суда только. А так вот человек сам волен. Он может делать, может не делать. Мы ему рассказываем, во что это может вылиться, а он должен принять решение. Все же люди, как говорится, обращаются по доброй воле. Они пишут согласие, прошу мне, ну и согласие, чтобы с ним занимался врач. Врач-психиатр не может начать беседу с пациентом, пока тут не даст согласие на эту беседу. Ну, когда он приходит первый раз к нему. Поэтому не хочет пить, но убеждаем, что надо пить. Не хотят пить еще очень часто и вообще не хотят идти к психотерапевтам, к психиатрам. Руль, машина. Водят машину. Вот как-то сказывается прием таблеток, прохождение психотерапии, на управлении транспортным средством? Ну, здесь есть такой момент, есть четко разграниченные заболевания, при которых нельзя человеку пролезть автомобилем. Мы не даем разрешения на это действие, пишем, имеются противопоказания. Этот приказ четко определяет. Но это в основном острые хронические заболевания душевные. Те заболевания, когда все плохо, он спится, или там периодически ему кажется, что паркет грязный, но они туда не входят. Ну, невротические такие реакции. То есть, если он будет обращаться консультативно, то есть просто на прием, то ему уграничений никто ставить не будет. Даже если у него более серьезные были невротические нарушения, то врачи специально приглашают комиссию, на комиссию рассматривают и дают, в принципе, разрешение. То есть, комиссия врачей принимает решение. То есть, мы исходим из того, что жизнь человека все-таки в приоритете, и давая право управлять средством повышенной опасности, мы пускаем человека не только за руль создавать угрозу саму себе, но он может создать угрозу и людям окружающим. Поэтому здесь подходим очень внимательно. Так же, как, в принципе, и с оружием. В частности, у нас изменился приказ с 1 марта. Сейчас общие комиссии, которые проводятся на оружие, могут проводить только государственные учреждения здравоохранения, это поликлиники, психиатрические свидетельства, которые проводятся в нашем диспансере, и в других диспансерах по Приморскому краю входит обязательное патопсихологическое исследование. Это 100% идет на оружие. Наваждение по показаниям. Но, опять же, человек... Есть один маленький особенность. Спасибо, что он может такое озвучить. Что в поликлинике по месту жительства, где он проходит саму комиссию, а итоговую, ему должен дать бланк специального направления на эту комиссию. Потому что врач-психиатр, выдавая заключение свое, еще должен расписаться в этом бланке. Если человек этот бланк не взял, то ему придется в турасти к психиатру ставить подпись. Поэтому лучше изначально сходить в поликлинику, взять направление, а потом уже ходить по комиссиям. То есть мы всегда принимаем. И очередей у нас у психологов, в принципе, нет. Максимум полчаса, час поставить в очереди. Потому что наплыв пошел большой. Мы даже можем брать другие регионы. Приморского края, если это проблема с психологическим обследованием, то мы можем взять на себя эту функцию, главное, чтобы человек предоставил справку, что он там не стоит на учете. Что-то новое в законах еще появилось? Ну, вот это фундаментальное. То есть изменение, что все, кто хочет иметь оружие, стрелять по, как говорится, по мишеням, либо по нахоту, они должны пройти 100% психологическое обследование. Но это во всех силовых структурах. Для человека, который устраивается и имеет допуск оружия, они проходят психолога в обязательном порядке, психиатра. И каждый год они проходят еще обследование психиатра в виде диспансеризации. У нас пока законодатель пятилетний срок поставил. Но, тем не менее, я думаю, скоро в обороте с оружием будет наведен порядок, и люди будут там более-менее тщательно обследоваться. Ну да, область психиатрии, она не заканчивается только на вождении, не только на оружие. Это такая масштабная вещь. И, наверное, вот недаром говорят, наверное, что все болезни у нас от головы идут. Ну и только. Не только. От головы. Не только от головы. Максим Николаевич, уже подходит к завершению программы. Что пожелаете нашим слушателям вот в этот непростой весенний период? Я хочу сказать, почему непростой? Хорошая весна, солнечная, тепло. Ощущение пахнет летом. Я хочу пожелать хорошего настроения и побольше проводить время на природе, больше проводить время с семьей. И заниматься собой, своим здоровьем. Не углубляться в анализ фейков, слухов, которые бродят везде по соцсетям. Потому что ничего хорошего, кроме синдуцироваться в ту или иную сторону, это не поможет. То есть лучше заниматься, на самом деле, здоровым телом, здоровым духом своим. И пожелать хорошего настроения. Спасибо вам большое. Я думаю, что прислушиваются наши зрители и будут побольше гулять и не сидеть в гаджетах, как мы уже сказали. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о том, как сохранить душевное равновесие в поле информационного давления. В гостях у нас был главный врач Краевой психиатрической больницы Максим Артамонов. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.